Десна ТВ Очередной санитарный рейд представителей городской администрации. Покажите, чем обрабатываете. Вы обрабатываете в конце в гараже. До смены, после смены. В пятницу 30 октября глава Десногорска Андрей Шубин провел прямой эфир с жителями города. Встреча состоялась онлайн на официальной странице администрации Десногорска в социальной сети Instagram. Главе города поступило более 30 вопросов о текущей обстановке в Десногорске. Жители активно интересовались благоустройством, а именно темой детских площадок во дворах и обновления дорожного покрытия. Если мы до 2017 года решали проблемы локально путем проведения ямочного ремонта, то сейчас мы подходим к решению этого вопроса комплексно, для того, чтобы дворы были современными и комфортными. Поэтому для того, чтобы попасть в этот проект, необходимо, соответственно, инициатива жителей. Благоустройство при домовой территории уже не первый год проводится по программе формирования комфортной городской среды. Этот проект глава города считает реальной возможностью для ремонта дворов Атомграда. На 2021 год, вот один дом я уже озвучил, это дом номер 178. У нас в программу входят дом номер 1 микрорайон, дом номер 7, первый микрорайон дом номер 14, вот шестой микрорайон, 178 дом. И еще у нас, еще получается, одна придомовая территория и общественное пространство, это у нас четвертый микрорайон. В части, касающейся домов второго микрорайона 12, 13, 14, 15, решение благоустройства этой придомовой территории, ну я говорю, как бы комплексно, будет осуществлено в 2022 году. Кроме того, важной темой остается городское освещение. В этом году был реализован энергосервисный контракт по ремонту и замене устаревшего оборудования. Во дворах и на улицах города были установлены новые энергосберегающие лампы. Но, как выяснилось, иногда для их корректной работы требуется значительная наладка. Есть у нас еще участки, где маломощные оборудования, к сожалению, дают такие проблемы с боем с освещением. И в течение, я думаю, текущего месяца, ноября, мы эти проблемы тоже закроем. Будет ли ремонт автовокзала, также вызывает вопрос у десногорцев. Приобретение объекта в собственность муниципалитета стало значимым событием этого года. Но качество автовокзала действительно не соответствует духу времени. На следующий год мы планируем привести его территорию в порядок. Это и ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт уличного освещения, ремонт перона, ну и, соответственно, зала ожидания. Для того, чтобы наш объект инфраструктуры привести в достойный вид. Признав пандемию серьезной проблемой в том числе и для Десногорска, Андрей Шубин анонсировал скорое открытие ПЦР-лаборатории. Она уже работает в тестовом режиме на базе Центра гигиены и эпидемиологии и скоро сможет принимать десногорцев. Также глава города поделился личным опытом противостояния коронавирусу. Я две недели находился на карантине. У меня супруга переболела ковидом. Вместе с ней, вот я находился в течение семи дней в ковидном отделении, я посмотрел, как работают наши врачи, персонал изнутри. И, поверьте мне, они все профессионалы своего дела и делают очень большую работу. По окончании трансляции Андрей Шубин призвал горожан не умалчивать о проблемах, которые они замечают в городе, а обращаться напрямую через соцсети или в приемную в здании администрации. Свой опыт прямого эфира глава признал удачным. Я считаю, что это здорово, современно и очень классно, потому что многие вопросы решаются очень оперативно. И мы из первых уст обмениваемся информацией. Глава города планирует продолжить подобную практику общения, предварительно посчитав разумным проведение эфира раз в месяц. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Александр Ерофеев, Десна-ТВ 30 октября состоялся очередной рейд по контролю за соблюдением особого эпидемиологического режима. В этот раз внимание было уделено транспортной инфраструктуре, автовокзалу Десногорска и рейсовым автобусам. Какие мероприятия вы производите, журналы, чем обрабатываете салон, график обработки салонов, как допускаете пассажиров в свой автотранспорт? В целом перевозчики добросовестно выполняют требуемые меры. Пассажирик перевозки допускается только в масках. Салон автотранспортного средства регулярно обеззараживается. Покажите, чем обрабатываете. Вы обрабатываете в конце в гараже. До смены, после смены. Похожие отношения к чистоте и в кассах автовокзала. В свободном доступе кожные антисептики, в том числе и в зале ожидания. Несколько раз в день поверхности обрабатываются дезинфицирующими средствами. Журнал у вас какой-то ведется о санобработке помещения? Да, там это администрационный журнал, это не наш журнал. Тут уборщица отмечается, администратор отмечает тоже, когда приходит, да, у нас есть этот журнал. Комиссия, проводившая рейд, сформирована из сотрудников администрации, представителей полиции и Роспотребнадзора. В таком составе несколько раз в неделю проводится профилактическая работа по соблюдению санитарных мер в Десногорске. В конце выпуска о погоде. 3 ноября в Десногорске пасмурно возможен дождь, днем плюс 9, ночью до 6 тепла. На сегодня выпуск завершен, оставайтесь в компании Десна ТВ, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова